Новые аудиокниги на нашем канале бесплатно каждую неделю. Подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить. Известно, что для исполнения желаний самое главное условие – очень сильно захотеть, чтобы оно исполнилось. Всегда ли этого достаточно? Опыт показывает, что нет. Мы ставим перед собой цели и стараемся добиться максимального результата, а часто оказываемся у разбитого корыта, хотя и приложили много усилий. В чем причина? В том, что мы не умеем правильно хотеть. Это книга издательства AB Publishing «Практическое руководство», которое расскажет, как правильно загадывать желания и самостоятельно их исполнять, превращая в конкретные цели. Введение. Всю жизнь человек ставит перед собой цели. Можно даже сказать, что вся жизнь – это направленное движение от одной точки до другой. И если на этом пути не ставить цели, то движение будет продолжаться, а как только цели закончатся, прекратится и движение. Мы ставим цели каждый день, даже каждую секунду. Позавтракать, доехать или дойти до работы к началу рабочего дня, приобрести автомобиль, продвинуться по карьерной лестнице. Из таких мелких и крупных целей складывается каждый наш день и наша жизнь в общем. Но не всех целей получается добиться так, как того хотелось бы. На завтрак хотели кашу, но закончилась крупа, автобус не приходит на остановку, на понравившуюся модель автомобиля не хватает средств, а на работе грядет сокращение. Не везет? Или есть какой-то секрет, который поможет стать счастливчиком? Как говорится в крылатой фразе, счастливый случай обычно приходит переодетым, в одежде тяжелой работы, поэтому большинство людей его не узнают. Чтобы добиться желаемого, нужно быть целеустремленным человеком, то есть идти к успеху целенаправленно. Правильное целеполагание и достижение поставленных задач – это искусство, которому можно и нужно научиться. Нужно ли это вам? Есть несколько простых тестов, которые позволяют ответить на этот вопрос и узнать, стоит ли дальше уделять внимание этой книге. Тест первый. Вспомните, как часто вы старались начать жизнь с чистого листа и в новом году или с понедельника или завтрашнего дня обещали себе выучить иностранный язык или сесть на диету, бросить курить и начать каждое утро делать зарядку. Посчитайте, сколько раз вы сдерживали данное себе обещание и как долго смогли продержаться. Если разница в количестве задуманного и сделанного очень велика, то это тревожный сигнал. Тест второй. Быстро назовите 10 своих достижений, которыми вы гордитесь. Подумайте, а действительно ли вы ими гордитесь? Если настоящих, по вашему мнению, успехов у вас недостаточно, задумайтесь. Что мешает вам их достичь? Тест третий. Перечислите все свои заветные желания, о которых вы часто думаете. Потом представьте, как давно вы хотите что-то получить. Если все желания старше одного года, а вы ничего не сделали, чтобы их осуществить, то вам нужно учиться искусству достижения целей. Тест четвертый. Вспомните, как часто вы видели людей, которые умеют делать что-либо очень хорошо. И у скольких из них вы чему-нибудь научились. Если вы стесняетесь обращаться за помощью к посторонним людям, то начните с нужной литературы. Тест пятый. Перечислите все, что вы совершили за последний год для профессионального, личного и духовного роста. Если вы затрудняетесь ответить на этот вопрос, то считайте, что эта книга – ваш первый шаг к саморазвитию. Цель. Чрезвычайно мощный и эффективный инструмент в работе над собой. Но, как вы уже поняли, ставить цель и добиваться ее – это особая наука. И когда вы сможете ее освоить, ваша жизнь действительно изменится к лучшему. Пока представьте, что ваша цель – изучить эту книгу до конца и сделать правильные выводы. Глава первая. Целимся правильно. Начинать нужно с азов. И пора перейти непосредственно к описанию того, почему же необходимо ставить цели и обязательно достигать их. Во-первых, правильно поставленная цель сама по себе – мощный способ добиться желаемого. Цель, если она сформулирована корректно, приближает вас к ее достижению. Она помогает правильно направлять усилия. Имея цель, вы точно знаете, куда, когда и как надо двигаться. Цель же является первым шагом к планированию и структурированию жизни. Без правильной цели невозможно представить, каким путем к ней идти. До тех пор, пока вы не поставили себе цель в соответствии с определенными критериями, всегда есть риск попасть под влияние потока обстоятельств – сбиться с намеченного пути. Делать не то, что необходимо непосредственно вам, а то, чего просят другие, или, что чаще всего и случается, делать что-то более удобное и приятное. Во-вторых, правильная цель позволяет оценивать правильность и эффективность действий. Зная, чего мы хотим, представляя тот вариант, к которому мы всеми силами стремимся, держа в памяти ту конечную точку, в которой нам нужно оказаться, можно при каждом шаге оценить, насколько верно было то или иное действие. В-третьих, достижение цели приносит не только результат, но и положительные эмоции. А положительные переживания – это один из лучших стимулов, который закрепляет модель поведения. Это означает, что поставив цель и достигнув ее, вы испытываете радость, которая поможет вам повторить этот цикл, но уже с другой целью. И новая цель может быть намного более амбициозной и интересной. Кроме того, ответственно подходя к достижению цели, вы тренируете волю и самодисциплину. Закрепляя эти свойства в своем характере, можно добиться небывалого успеха. Цели обязательно нужно использовать для увеличения продуктивности и в работе, и в личной жизни, и в любых областях, где вы хотите наблюдать положительную динамику. Однако, как несложно заметить, всех этих позитивных изменений помогает добиться только правильно поставленная цель. А это дело далеко не такое простое, как может показаться. Для начала нужно помнить, что мечтать и ставить цели – это не одно и то же. В современном мире понятие «мечты» сильно обесценивается, так как отовсюду можно услышать, что мечты бесполезны, потому что мечтатель никогда ничего не добьется. С одной стороны, это действительно так. А с другой стороны, без мечты человек ничего не добьется тем более. Ведь все, что создано руками человека, люди сначала увидели или захотели в мечтах. У каждого человека есть мечты. И у всех людей они абсолютно разные. Возможно, не каждый сможет сказать об этом открыто, но нечто заветное, чего хотелось бы добиться или что хотелось бы получить, есть у подавляющего большинства людей. Но жизнь устроена таким образом, что между фантазиями и мечтами и их материальным воплощением в реальность пролегает слишком длинный путь. Для большинства это оказывается приговором, и постепенно, с течением лет, люди все реже вспоминают о своих заветных мечтах. А если воспоминания все же всплывают в памяти, то негативный опыт только убеждает в их бесполезности и несбыточности. Кто из нас уверенно может сказать, что у него имеется настоящая мечта всей жизни, а то и не одна, к воплощению которой он будет стремиться? Обычно утвердительно на этот вопрос отвечают молодые люди. И чем старше человек, тем меньше вероятность сохранения у него такой мечты. Что происходит с мечтаниями с возрастом? Неужели только негативный опыт является несомненно правильным и единственно возможным? Нет. Положительные примеры тоже существуют. Но только для того, чтобы они появились, должна появиться привычка постоянно работать для достижения своей мечты. А это уже не похоже на сказку. Именно вредная привычка ничего не совершать для исполнения своей большой мечты и появляется у людей с возрастом. И постепенно человек все реже мечтает, а в конце концов начинает считать, что и мечты-то никакой у него нет. Опыт действительно показывает, что коэффициент полезного действия пустых мечтаний крайне низок. И в реальности реализовать свои фантазии удается немногим. Но почему так происходит? Мечта – представление расплывчатое. Без цели мечта так и не становится значимым ориентиром в жизни. Так чем же цель отличается от мечты? Что мы говорим, когда видим чью-то воплощенную мечту, а когда реализованную цель? Мечта обычно исполняется. То есть все совершается само по себе, без участия человека, а цель достигается. То есть человек прилагает для этого серьезные усилия. Таким образом, цель отличается от мечты тем, что за целью всегда стоит определенный человек, ответственный за ее достижения и заинтересованный исполнитель. Иначе говоря, цель имеет в своем распоряжении главное средство воплощения – вас. У цели обязательно есть имя. Мечта же остается чем-то абстрактным и аморфным. Это не означает, что мечту можно просто вычеркнуть из своей жизни, оставив только конкретные цели. Мечта и цель выполняют для человека совершенно разные функции. Фантазии и мечты напрямую апеллируют к чувствам человека, дарят нам энергию и вдохновение. А без последнего пункта что-либо сделать практически невозможно. Но на одном вдохновении невозможно продержаться дольше, чем несколько дней, чтобы достичь каких-либо результатов. Для настоящих больших планов нужно уметь ставить цели и идти к ним, несмотря на обстоятельства. Ваша самая большая цель – это мечта. Только правильно оформленная, с конкретным сроком ее достижения, с путями и способами решения возможных проблем, с ресурсами, которые необходимо затратить. Дорога к мечте представляет собой движение от одной цели к другой. Конечно, начинать познавать искусство целеполагания и целеустановки сразу с глобального изменения жизни ради мечты не стоит, потому что для большой дороги нужно потренироваться на маленьких дистанциях. Но знать, о чем вы мечтаете, необходимо для дальнейшей жизни. Ведь если не ставить себе больших целей, то маленькие, поздно или рано перестанут вас радовать и приносить удовлетворение. Это только кажется, что найти свою мечту просто. Достаточно всего лишь пофантазировать. Очень часто наши мечты прячутся под проблемами, стрессами и повседневной рутиной. Детские мечты тоже не подходят для выбора, ведь многие из них давным-давно потеряли актуальность. Существует несколько упражнений, которые помогут определиться с тем, о чем вы мечтаете на самом деле. Представьте, что получили огромную сумму денег, которая позволит вам жить без долгов, кредитов, не думать постоянно о хлебе насущном и не ходить на работу. На что вы будете тратить деньги? Чем вы будете заниматься только ради своего удовольствия? Что в этом случае станет вас интересовать? Какие вершины вы захотите покорить? Естественно, вы бы захотели отдохнуть и как следует развлечься. Но что бы делали после, когда отдых надоел? А если вы не можете представить, как надоедает отдых, то представьте свой бессрочный отпуск в подробностях. Как вы проводите время? Ответы на эти вопросы помогут вам определить, к чему же вы стремитесь на самом деле. Если вы не знаете, чем можно заняться, то вам предстоит еще большая внутренняя работа. Придется изложить на листе бумаги своей мечты. Это очень сложный процесс, тем более если вы не знаете, что делать, если решены основные материальные трудности. Возможно, вам поможет знание, что у каждого человека есть 8 сфер деятельности, в которой он может реализоваться. Определите объем и уровень своих потребностей, материальных и духовных. Начните с того, что составьте сплошной список абсолютно всех своих желаний, даже самых маленьких. Разложите их по 8 областям и выберите цветом те из них, которые больше нельзя откладывать на потом. Именно из этих желаний и мечтаний в дальнейшем вы сможете сформировать правильную цель и разработать стратегию ее достижения. Необходимо учесть два критерия, по которым вы сможете выбрать те мечты, которые стоит превратить в цели. Первый. Целью станет только та мечта, для достижения которой вы готовы прикладывать усилия и жертвовать чем-либо. Помните, что в первую очередь придется пожертвовать своим временем. Если у вас в большом списке есть такие мечты, то сразу вычеркните их, иначе столкнетесь с разочарованием и потеряете желание двигаться вперед. Но если же вы считаете, что ваша мечта достойна затраты энергии и времени, то обязательно преобразуйте ее в цель. Например, если вы мечтаете открыть собственное дело, вам придется пожертвовать не только временем и стартовым капиталом. Представьте, что вы вовсю составляете бизнес-планы и ищете поставщиков, но тут вам предлагают повышение по службе. С одной стороны, у вас будет зарплата, а с другой стороны, не будет оставаться времени и сил для реализации мечты. Если вы осознанно готовы пойти на уступки ради большой цели, подумайте о втором критерии подходящей мечты. В цель может превратиться только та мечта, для достижения которой мы можем вообразить путь, пусть даже очень сложный, но все же реальный. Если у вас все получилось, то пора приступать к самому интересному. Учиться правильно формулировать свою цель. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новинки. Какой должна быть идеальная цель? Большинство людей понимает, что в любой деятельности участвовать легко, но постоянно достигать конкретных и видимых результатов, которые можно измерить, гораздо сложнее. Можно сколько угодно долго откладывать деньги, например, на покупку шикарной машины, но если не заниматься при этом увеличением дохода, то результата можно ждать многие годы. Самая главная, базовая основа, гарантирующая в итоге достижение положительных результатов, это четкая формулировка и постановка цели. Цели, чтобы стать осуществимыми, должны соответствовать ряду характеристик. В современной литературе, посвященной целям и управлению, часто используется аббревиатура SMART, в которой зашифрованы критерии, определяющие правильность цели. Аббревиатура раскрывается при помощи английских слов, которые переводятся так Само по себе слово SMART по-русски означает «умный». Все эти критерии нужны, и мы обязательно рассмотрим их более подробно. Но есть и еще несколько моментов, которые необходимо учитывать, прежде чем будет поставлена цель. Для начала проведите психологическую работу над собой. Это означает, что вы должны понять и принять простую истину. Рассчитывать в деле достижения успехов можно только на собственные силы. Перед тем, как сформулировать и записать цель, привыкните к мысли, что вся ответственность по достижению результата ложится целиком и полностью только на вашей плечи. Для чего это необходимо понять? Для того, чтобы не возникло искушения переложить всю ответственность за свои промахи на кого-либо другого. Соответственно, ставить перед собой нужно только такие цели, которых вы способны добиться без посторонней помощи. Это важнейшее правило постановки цели спасет вас в дальнейшем, если, конечно, что-то пойдет не так от неправильных выводов при анализе ошибок. Поэтому нельзя стремиться к тому, чтобы заставить кого-то что-то сделать. От таких целей нужно отказаться сразу, как только вдруг они появятся. Вы не можете управлять другими людьми, не можете изменить их или их жизнь. Объект вашего внимания при развитии личности только вы сами. Поэтому все правильные цели могут касаться исключительно вас и ваших действий. Например, если вы мечтаете, чтобы начальник увеличил вашу зарплату, то в цель такое желание не превратить. А вот если вы решаете заработать в два раза больше, этого вы сможете добиться. Соответствие вашим ценностям. Только та цель может быть правильной, которая полностью соответствует вашим ценностям и принципам. Которая не стремится вступать в конфликт с внутренними ощущениями. Например, если вы мечтаете об абсолютном здоровье, но не представляете своей жизни без сигарет, других вредных привычек и телевизора, на пробежку или в спортзал идти не собираетесь, то все ваше подсознание и весь организм будут сопротивляться вашим целям и их достижению. Это не значит, что нельзя ставить перед собой сложных целей, которые требуют приложения усилий. Какая радость в том, чтобы добиться чего-либо, не затрачивая энергии? Незначительная цель не даст мотивации, и вы все равно не сможете дойти до конца. Нужно установить оптимальный баланс между вызовом, который предлагает вам цель, и легкостью, с которой ее можно достичь. Если у вас еще нет полезной привычки правильно распределять свои силы в процессе движения к результату, то для начала выберите себе цель, которая будет достаточно простой. Постепенно уровень сложности своих стремлений можно будет повышать и добиваться большего. Сложность цели должна быть оптимальной, значительной, но выполнимой. Правильная формулировка. Чтобы оценивать и анализировать свои цели, их в обязательном порядке надо записывать на бумагу. Это может быть блокнот, ежедневник или просто клочок бумаги, который будет лежать в ящике стола или висеть на стене у рабочего места. У записанной в подробностях и на бумаге цели шансов стать реальностью значительно больше, чем у такой же цели, но сосредоточенной в голове. Если вы уверены, что сможете, не записывая цели на бумаге, удерживать их в памяти, то не особенно рассчитывайте на итоговый результат. Такие цели ничем не будут отличаться от мечтаний, даже если все остальные критерии и правильности будут соблюдены в мелочах. Даже произнесенными словами мы часто не способны описать, чего же по-настоящему хотим. Поэтому формулировка цели обязательно должна проводиться с карандашом или ручкой в руках. Прием записи любого утверждения включает в активную работу над проблемой наше подсознание. Сформулированная цель вызывает положительную реакцию и уверенность в своих силах, а также помогает делать каждый следующий шаг осознанным. Позитивная формулировка Правильно поставленная цель обязательно несет в себе позитивную информацию, а значит сформулирована утвердительно. Поэтому лучше формулировать ее, используя главное правило аутотренинга. Говорите сами себе о том, чего вы хотите, а не о том, чего вы не хотите. В эффективной формулировке запрещены отрицательные конструкции, а также все, что их подразумевает. Например, правильная цель – быть здоровым, иметь много денег, быть стройной. Неправильная цель – не болеть, не быть бедным, сбросить 2 килограмма. Если вы никак не можете переформулировать вашу цель с позитивной точки зрения, а все мысли крутятся только вокруг того, чего вы не хотите, задайте себе следующий вопрос. Это то, что я не хочу. Тогда чего же я хочу вместо этого? Так же, чтобы до конца руководствоваться этим правилом постановки цели при ее формулировании, нельзя использовать слова, которые провоцируют подсознательное сопротивление, так как это тоже приведет к снижению эффективности цели. Это следующие слова. Необходимо, нужно, следует, должен. Что в них отрицательного? Все они предполагают действия против воли, то есть противопоставляются слову «хочу». Как же можно действовать, захотеть, если для мотивации блокирующие интерес слова используются здесь, сейчас? Поэтому в любой формулировке цели заменить и «надо» на «хочу», «должен» на «могу», «следует» на «сделаю». Например, правильная цель. Я хочу отдохнуть и поеду в отпуск. Я могу и умею зарабатывать и заработаю много денег. Я хочу получить образование. Неправильная цель. Мне надо отдохнуть и поехать в отпуск. Я должен заработать денег. Мне требуется закончить университет. Также лучше всего формулировать цель, описывая готовый результат, а не процесс. То есть сделать то-то, а не лучше работать. Конкретная цель. Часто одной из главных причин, по которым поставленная цель так и не бывает реализована, является слишком расплывчатая формулировка. Как это может выглядеть? Отсутствие четко сформулированного конкретного результата. Что, например, для вас значит «хочу выучить иностранный язык»? Хотите вызубрить пару сотен слов или разговаривать на нем так, чтобы вас понимали носители языка? А быть может, выучить иностранный язык значит знать его до такой степени, чтобы вы могли сами писать на нем стихи, не заглядывая в словари. Отсутствие возможности измерить этот результат и сравнить его с первоначальным этапом. Когда вы выбираете себе цель, важно обязательно учитывать дальнейшую возможность оценки и измерения результата. К примеру, недостаточно просто хотеть похудеть. Нужно обязательно решить, на сколько килограммов вы собираетесь меньше весить. Измеримость цели всегда предполагает присутствие критериев, то есть, собственно, измерителей, которые помогли бы определить, достигнута ли поставленная цель и достигнута ли она полностью или частично. Если нет конкретных показателей, становится очень трудно оценить результаты и эффективность работы, а значит трудно объективно контролировать процесс. В чем может измеряться результат цели? Попробуйте использовать для оценки проценты, соотношения, например, увеличить доход на 15-20%. Общепринятые стандарты, отзывы клиентов, премии или похвалу близких, чистоту действия, например, делать зарядку каждый день. Средние показатели, их следует высчитать самостоятельно, но не подсмотреть у кого-то, а определить свои. Поэтому такой измеритель подойдет тем, кто не собирается делать прорывов, а стремится сохранить существующее положение вещей и укрепить стабильность. В измеримость также входит и стоимость. Любое приобретение, которое вы хотите сделать, нужно обязательно записывать с его стоимостью. Отсутствие четко определенных сроков. Если вы хотите сбросить 2 кг за 3 месяца, то это одна цель. А если просто похудеть на 2 кг, совсем другая. Разница заметна невооруженным взглядом. Второй вариант без четко поставленных сроков выглядит скорее как желание, нежели как цель. От того, что абстрактно мечтаете похудеть, ничего не изменится. Вы можете стать стройнее через 5 лет. Иначе воспринимается первый вариант, если установленный срок существует, и он будет подталкивать вас вперед и всячески подстегивать. Наверняка срок был определен обоснованно. Например, вы хотите отлично выглядеть на новогоднем вечере или летом на пляже. Такой отрезок времени не будет надуманным и искусственным. Он будет логичным, его нельзя будет отложить, а поэтому придется забыть про лень и продуктивно поработать. Структура цели Если вы решили поставить перед собой достижимую и при этом значимую цель, то нужно как следует оценить свои силы и не бросаться покорять мир с одного шага. Чтобы проверить, достижима ли ваша цель и каковы ваши шансы, нужно разбить ее на более мелкие этапы. И к каждому из них подходить так же, как к отдельной цели. То есть правильно его переформулировать и проанализировать, а затем уже разбивать на отдельные задачи. Постановка масштабных целей и задач с разделением их на более мелкие приводит к отличному мотивационному эффекту. Когда одна из целей вам покорится, вам это понравится. И вы станете желать большего, захотите изведать новые горизонты. Добиваясь простых и понятных целей, вы постепенно увеличиваете дистанцию, которую можете преодолеть. Несомненный плюс такого подхода заключается еще и в том, что шаг за шагом будет меняться и ваш привычный образ мышления. Дело в том, что невозможно взойти на Эверест, если вы впервые находитесь в горах. Для этого нужно готовиться и, конечно же, тренироваться. Итак, как проводить дробление? Во-первых, вспомните, что цель должна быть измеримой. Например, поставим перед собой амбициозную цель. Выучить и хорошо запомнить за год 15 тысяч новых иностранных слов. Если мы подумаем и разобьем цель на этапы, то получится, что ежедневно, даже в выходные и праздники, при болезни или плохом настроении, необходимо заучивать около 40 слов. Это однозначно недостижимая цель, поскольку кроме больших усилий, которые потребуются, чтобы ее добиться, вам придется отказаться от очень многого. Привычного общения, отдыха, развлечений. А кроме того, такая цель не предусматривает никаких форс-мажорных обстоятельств. Получается, что вы чересчур превысили планку. От таких целей отказываться нужно еще на этапе формулировки, потому что невыполнение строгого плана повлечет за собой разочарование и зафиксирует подсознательный сценарий неудачи. А все из-за того, что просто не были правильно рассчитаны силы. Например, сделайте условия своей цели менее суровыми. Предположите выучить тысячу новых иностранных слов за год. Разбейте эту цель на этапы, и получится, что в день вам необходимо запоминать всего около трех новых слов. Вот такая цель более чем реальна и достижима. Кроме того, вы сможете каждый день проводить проверку и измерять. Насколько далеко вы продвинулись, а в случае непредвиденных обстоятельств план легко поддается корректировке. Ведь если вы пропустите один день занятий, то выучить на следующий день шесть слов все-таки тоже очень реально. Переформулируйте все свои цели с учетом того, что вы будете делать каждый день, чтобы ее добиться. Так вы увидите все этапы, которые предстоит пройти, и сможете включить достижение больших результатов в повседневную рутину. Привлекательность цели Мы не зря советовали начинать с определения собственной мечты, потому что цели, которые вы ставите, должны вас привлекать. Выбирайте цели, которые вас манят, вдохновляют и окрыляют, а иначе вы впустую потратите силы и время. Что означает привлекательность цели? Процесс движения к любой цели обязательно связан с затратой большого количества каких-либо ресурсов. К этим ресурсам относится и время, затраченное вами на все действия, приближающее к цели, и приложенные вами усилия, как физические, так и моральные. Когда вы формулируете и фиксируете цель, вы заодно оцениваете, какой размер инвестиций потребуется для продвижения по пути до самого результата. И логично ожидать, что ваша цель в итоге должна будет окупить все отданные ради нее ресурсы и принести какую-то ощутимую выгоду, в том числе и эмоциональную. Естественно, полученный результат не обязательно должен выражаться только в финансовой прибыли, но точно должен характеризоваться какими-либо приятными итогами. Это может быть совершенствование навыков, приобретение знаний, стабилизация устраивающего положения. В противном случае, зачем вам тогда вообще нужна эта цель? Поэтому на этапе цели полагания нужно отказываться от тех целей, которые потребуют чересчур серьезных затрат, при том, что выгоды от них не перекроют инвестиций. Но этого понимания недостаточно. Совершенно необходимо ясно представлять, ради чего вам требуется достижение вашей цели. Потому что без понимания всех выгод, которые принесет цель, не может быть выработана действительная, действенная мотивация. Если результат имеет для вас значение, если он станет фундаментом для дальнейших достижений, то и цель, даже если она кажется сложной и требующих серьезных жертв, будет достигнута. Верно и обратно, если результат не сильно вас привлекает, то и стимула для получения результата не появится. Помните пример с изучением иностранного языка. Если вы хотите совершить путешествие, переехать, или язык поможет подняться по карьерной лестнице, вы с удовольствием станете учить всего по три слова в день. Но если вы просто решили, что хотите заучивать три новых слова в день, чтобы похвастаться пару раз перед друзьями или просто для себя, не понимая, какие реальные выгоды даст обучение, то не пройдет и 30 дней, как вы забросите это бесполезное занятие. Верьте в свою цель. Если вы раньше никогда сознательно не ставили себе значительных целей и не занимались целеполаганием, то двигайтесь от простого к сложному. Повышать планку стоит постепенно. Сложно достижимые цели стоит придумывать только тогда, когда уже появится опыт в достижении результатов. Когда вы горите инициативой и уже умеете реализовывать свои амбиции, понимая, на что вы способны. Самый сложный путь – постановка цели, которая находится далеко от вашего положения, выше предела собственных возможностей. Как уже можно догадаться, такие планы пойдут только тем, кто считает себя способным на высочайшие результаты и уже подтвердил это на практике. Новичкам не следует мечтать о таких целях не только из-за возможного будущего разочарования. Дело в том, что сложные цели не смогут остаться в вашем подсознании. Ведь после формулирования и постановки определенной цели необходимо проникнуться ею, поверить в то, что результат будет достигнут непременно. Часто случается, что сознательно пытаясь достичь цели, на уровне подсознания мы не готовы ее добиваться. Можно хотеть дойти до цели, но в глубине души абсолютно не верить в эту возможность. Не верить в свои способности, либо просто считать себя недостойным. Недостаточно правильно сформулировать и записать цель. Необходимо зарядить ее внутренней энергией, уверенности – это самое важное условие вашей готовности к получению результата. Проверка знаний. Правильно ли поставлена цель? А теперь, когда вы сформулировали и осознали свою цель, не мешает проверить, все ли вы сделали правильно. Для этого нужно ответить на несколько вопросов, которые помогут определиться и отмести все возникающие сомнения. Выделите полтора-два часа своего времени и сформулируйте те цели, которые вы хотите достичь в ближайшее время в определенной области вашей жизни, опираясь на знание о том, какой должна быть настоящая цель. Когда вы установите сроки и вычислите основные этапы своей цели, внесите все эти пункты в ваш план, то есть запишите на бумаге под названием «Цели». А затем ответьте на несколько вопросов. Также фиксирую ответы под записями о предстоящей цели. Вопрос первый. Что вас не устраивает сейчас в жизни? Опишите проблемную ситуацию, которая заставила вас задуматься о достижении чего-то значительного. Например, вам не нравится ваш доход, физическая подготовка, социальное положение. Вопрос второй. Что является причиной ваших бед? Подумайте об этом и решите, что вы от этого откажетесь. Запишите причины несчастья, начиная каждое предложение с фразы «Я перестану». Например, я перестану работать в тех местах, где мне платят зарплату, которая не соответствует моим умениям и стараниям. Теперь победа над причинами – ваша задача. Вопрос третий. Что вы будете делать вместо того, что делали раньше? Раз вы что-то перестанете, то вы что-то новое начнете. Запишите несколько фраз, начиная со слов «Вместо этого я буду». Например, вместо этого я буду повышать квалификацию и проходить собеседование в подгодящих мне компаниях. Вопрос четвертый. На кого вы хотите быть похожим? Очень часто отличной мотивацией или поводом начать самосовершенствование является чей-то личный пример. И наверняка в вашем окружении есть люди, деятельностью которых вы восхищаетесь. Ваши учителя, соседи, родственники, кумиры, или, например, президент. Запишите на бумаге «Я хочу быть таким, как кто-то». Теперь вам есть на кого равняться. Можете отметить, почему именно вас привлекает этот человек. Вопрос пятый. Какие черты своего идеального человека вы хотите видеть у себя? Запишите «Я хочу иметь следующие черты» и перечислите те привлекательные качества человека, которого вы избрали образцом в ответе на предыдущий вопрос. Это могут быть такие качества, как уверенность в себе, самодисциплина, отношение к жизни, эрудиция, живой ум. Вопрос шестой. Какие качества у вас уже есть, но вы бы хотели их развить? Записывайте следующую фразу. «Я хочу быть более» и перечисляйте свои положительные стороны, которые помогут вам приближаться к достижению цели. Вопрос седьмой. Что вы получите, когда вы приобретете все желаемые качества? Представьте, что вы будете иметь с помощью фразы. «Если бы я получил все эти качества, то…» Вопрос восьмой. Что вы будете чувствовать, когда достигнете своей цели? Записывайте ответ полностью. Например, «Когда я добьюсь всего этого, то я почувствую». На последнем этапе проверки своей цели вы отвечаете себе на вопрос, «Что случится, когда я достигну цели?» Если ваша цель действительно выбрана правильно, то вы без труда ответите на эти вопросы и с легкостью опишите все, ради чего собираетесь начинать долгий путь к результату. Еще прочитайте каждый вопрос, проверьте свои ответы, исправьте недочеты, дополнительно впишите то, что забыли указать ранее. «Теперь ваша цель готова. Пора приступать к ее воплощению в жизнь». Глава вторая. Через тернии к звездам. Любая значительная цель кажется недостижимой до тех самых пор, пока ее масштаб не позволяет представить, как же вы ее добьетесь. Но стоит разделить ее на более мелкие части, как задача становится посильной. Например, желание приобрести недвижимость за границей может показаться сперва абсурдным и неподъемным. Но если двигаться к намеченной цели равномерными шагами, разделив ее на пункты и этапы, будет проще завершить начатое. Лучше для старта задать цель получать 3000 рублей в день, потом 5000 и так далее. Шаг за шагом, цель за целью вы дорастете до уровня, когда можно будет присмотреться к покупке заграничной недвижимости. Составляем план. Иерархия целей. Обязательно подумайте о временных масштабах. Не зря на этапе формулировки вы уже разбивали цель-мечту на несколько подэтапов, ведь слишком удаленная от вас по времени достижения цель становится бесполезной. И даже самая правильная постановка не сможет мотивировать вас на результат, если его придется добиваться без поощрения многие годы. Если вам трудно отказаться от больших желаний, не стоит этого делать, просто отложите их исполнение, сосредоточившись на более актуальных целях. Простой выход из сложного положения состоит в том, чтобы иерархически расположить цели примерно на подобной воображаемой лестнице. Сначала цель – мечта. Это та самая мечта, о которой мы говорили в самом начале. Ее достижение может растягиваться на несколько лет или даже десятилетий. Ее очень трудно правильно сформулировать или измерить, сложно контролировать. К тому же всегда есть риск, что она потеряет свою актуальность за то время, пока вы идете к ней. Но именно она будет являться изначальным источником ваших устремлений. Затем – долговременная цель. Долговременные цели – это все. Дорога, которым займет у вас один год и более, до нескольких лет. Это достаточно конкретный уровень, однако все еще основанный на большом количестве предположений, поскольку вы планируете достижения на время, о котором еще ничего не знаете. Возможно, эту цель еще придется переосмыслить и не раз. Третье. Промежуточная цель. На первый взгляд может показаться, что промежуточная цель вам и вовсе не нужна. Сама по себе возможно, но именно из промежуточных целей складывается дорога к целям долговременным, и именно по ним можно оценить, насколько успешно вы продвигаетесь к достижению результата. Близкие цели, складываясь друг с другом, образуют более дальние и крупные. Дойдя до одного рубежа, вы уже будете понимать, каким будет следующий шаг. Периодически промежуточные цели все же надо пересматривать, ведь вы будете постоянно узнавать что-то новое, меняться и набираться опыта. И последнее. Краткосрочная цель. Это те цели, с которых следует начинать свою практику целеполагания и цели достижения. Их выполнение займет у вас от нескольких часов до месяца. С их помощью можно планировать день, неделю, месяц. Результаты будут появляться быстро. Вы сможете оценить их практически сразу, а значит и натренироваться перед постановкой глобальных задач. Краткосрочные цели могут быть и промежуточными, и итоговыми. Все зависит от того, какую планку вы сами себе задали. Составление плана. Составление плана всегда предполагает определение конкретного времени на его осуществление, причем это актуально для любой цели, как долгосрочной, так и краткосрочной. Если цель краткосрочная, то сперва стоит продумать, сколько в целом времени она может занять, а потом решить, за какое время вы хотите ее достичь. Для долгосрочных целей следует двигаться от противного, и решить, сколько времени вы готовы выделять на нее ежедневно или еженедельно, а затем уже просчитать, как далеко вы пройдете с такой скоростью за год или два. Любое составление плана должно закончиться тем, что вы определите краткосрочную цель на ближайший месяц и распишите, что будете делать в течение этого месяца. Оптимально сделать так, чтобы необходимость приступать к действиям, наступало сразу после того, как вы отложите ручку, завершив составление плана. Иначе вы рискуете так никогда и не начать, думая о том, что до цели все равно еще несколько лет. Обязательно ли записывать свой план на бумагу или электронный носитель? Так же обязательно, как и формулировать цель на бумаге. Потому что материально оформленный план – это договор с собой. За невыполнение его стоит предусмотреть санкции и штрафы. Соответственно, за успешное выполнение работы обязательно нужно дополнительно себя поощрять. Правильный план предполагает определение больших и малых целей, причем и первые, и вторые должны быть сформулированы позитивно, конкретно и с учетом возможного измерения показателей. Промежуточные цели, достигаемые по очереди, должны в итоге приводить к общей долгосрочной цели, в плане не должно быть белых пятен и пропущенных этапов. Вы должны понимать целесообразность всех этапов и быть готовыми их выполнять, даже если это будет причинять определенные неудобства. В плане должны быть предусмотрены возможности измерения и контроля для того, чтобы оценивать скорость продвижения к поставленным целям. Цели и задачи. В чем разница? Обычно при первом составлении большого плана возникает путаница, которая не дает возможности сосредоточиться и продумать способы продуктивной работы. Это возникает из-за того, что на этапе составления планов многие часто путают цели и задачи. Без выполнения определенных задач невозможно достижение целей. Однако, если не делать разницы между этими понятиями, в плане возникает неразбериха, а значит, и работать с ним будет во много раз сложнее. Что такое задача и что такое цель? Цель – это ваш конечный желаемый результат. А задача – проблемная ситуация, которую следует решить ради заранее заданной цели. Цель отвечает на вопрос «что сделать?», а задача отвечает на вопрос «как сделать?». Цель – практически философское понятие по определению словарей. Это представление, которое человек стремится осуществить. Цель складывается из трех составляющих. Желание, мотивации к его исполнению и представлению о тех ресурсах, которые придется затратить на получение результата. Всегда сначала у человека образуется желание или мечта. Затем человек выбирает, какую мечту можно превратить в цель. Для этого он решает, действительно ли сильно он хочет реализации мечты, и способен ли он найти силы и средства, чтобы воплотить ее в реальность. После формулировки цели человек берется за составление плана. После того, как общий план составлен, в нем прописываются мелкие шаги, то есть конкретные действия, фактически. Это и есть задача. Задача помогает избавиться от проблемы, стоящей на пути к цели. Но при этом сама редко приносит выгоду. Задачи могут быть текущие, возникающие в данный момент времени, в зависимости от обстоятельств, и могут быть ключевые, то есть такие, без решения которых дальнейшее продвижение к цели не представляется возможным. Любая подробная конкретизация, анализ и обдумывание цели неизбежно в итоге сводится к составлению набора задач. Это прямое следствие правильной формулировки конкретной цели. И если набор текущих задач не вырисовывается, то стоит еще раз проверить цель на соответствие принципам правильного целеполагания. И самое главное после составления плана и определения задач. Начать действовать. То есть постепенно проделывать все шаги, которые приводят к цели. Любая цель – это уже прямое руководство к действию, а задача – это средства, необходимые для получения готовой цели. Задачи также предполагают наличие выделенных ресурсов и сроков исполнения. Разница заключается в том, что задача – это единичное действие. Например, краткосрочная цель – заработать 1000 долларов. Срок – один месяц. Промежуточная цель – написать цикл статей или несколько программ, срок исполнения – две недели, необходимое количество статей – 20. Для цели нужны следующие ресурсы – время, средства написания, ручка и бумага, либо компьютер, интернет и так далее. Какие у цели будут задачи? Например, ежедневно в течение 20 дней писать одну статью, тратить на это несколько часов. Более мелкая задача – найти темы и необходимый материал для каждой статьи. На это тоже уйдет время и другие ресурсы. Еще одна задача – внести в статьи правки, согласовать их с заказчиком и так далее. Что нужно иметь в виду, составляя план? Что начинать необходимо с главной цели, постепенно двигаясь к более мелким целям и в итоге – к задачам? Задачи нужны, чтобы превращать размытые желания в реальные действия. Когда вы будете знать, что делать в конкретный день и конкретный час для достижения своей большой цели, вам будет значительно легче начать и продолжить действовать, контролировать процесс, понимать, что вы не стоите на одном и том же месте. Легче анализировать ситуацию. Стратегии планирования. Что делать, если не знаешь, что делать? Какая загвоздка при планировании и поиске задач может возникнуть? Казалось бы, что сложного, если постепенно продумывать цели от большой к маленькой, двигаться от длительных временных отрезков к коротким? Кажется, что все должно происходить легко. Однако не всегда возможно найти правильную схему осуществления цели с первого раза. Если ваша цель для вас непривычна, то вы можете просто впасть в ступор, не зная, что делать. Это не приговор. Отказываться от своих желаний не стоит, если не получается что-либо сделать на одном из начальных этапов. Воспринимайте поиск решений как очередную задачу. Существует несколько стратегий, которые при правильном использовании позволяют вам генерировать решение любой задачи и находить конкретные шаги. Несмотря на то, что не существует никаких универсальных решений на все случаи жизни, умение использовать эти стратегии в конкретном случае придаст верное направление вашим действиям при решении новых задач, в том числе и тех, которые поставили вам другие люди, например, ваш начальник. Такой навык никогда не бывает лишним. Благодаря стратегиям можно распланировать подробное решение задачи. Их можно использовать, когда главная стратегия разбивать задачу на более мелкие части не работает по какой-либо причине. Чаще это случается просто из-за недостатка опыта в той сфере, в которой вы хотите приложить усилия. Основная стратегия, как правило, базируется на принципе решения с конца. Когда вы создаете иерархию целей, вы двигаетесь по прямой от большого желания к конкретному действию. Это тот случай, когда эффективнее оказывается стратегия планирования задач и решения с конца, которая предполагает движение от итоговой цели назад к настоящему положению. Так поступают дети, которые играют в нарисованные на бумаге лабиринты. Такие головоломки содержат обычно несколько вариантов путей, отходящих от стартовой точки. И только один из этих путей оказывается верным, именно он приведет в конец лабиринта, то есть к намеченной цели. Даже малышам понятно, что можно значительно ускорить решение такой задачки, если начать движение в обратном направлении, начав движение с финальной точки и определяя путь к началу лабиринта. Почему она работает? Потому что в случае глобальной цели от результата ведет меньше путей, чем из исходного положения. Тем не менее, можно двигаться и от текущего положения к исходной цели. Стратегия упрощения. Задачи, которые вызывают сложности при решении, чаще всего запутаны по своей структуре. Отличный способ одолеть такую задачу это максимально упростить ее, насколько будет такое возможно. Самый эффективный способ упрощения задачи ее наглядное изображение с помощью графиков, схем и рисунков. Именно поэтому все планы нужно записывать. Возможно, в процессе записи вы уже составите изображение проблемы. Если нет, то у вас под рукой будут все пункты, которые нужно расположить в виде схемы с отображением всех возникающих зависимостей и связей. Упрощение является работающей стратегией, которая помогает справиться с большинством абстрактных задач, содержащих множество данных, не относящихся к поиску решения. Наглядное представление помогает все эти данные учесть. Поэтому не ленитесь искать изображения, картинки или рисовать структуры и схему в своем блокноте, когда вы находитесь в поиске решения. Стратегия проб и ошибок Если ваша задача имеет небольшое число возможных путей решения, а вы не можете понять, какой из них будет правильным, возможно, не имеет смысла тратить время на раздумья. Ведь в этом варианте случайный поиск приведет к цели в кратчайший срок. Естественно, этот метод подходит для очень ограниченного количества задач. Потому что бессистемные попытки что-либо сделать приведут только к хаосу. Лучше всего применять такую стратегию для преодоления четко поставленных задач, когда вы понимаете, что вам предстоит выбор из ограниченного количества решений. Чем больше таких вариантов, тем сложнее применять случайный поиск. Он нецелесообразен уже в том случае, если вы видите больше чем пять путей решения задачи. Метод поиска закономерностей Он подразумевает использование правил. Некоторые типы задач строятся по конкретным закономерностям, особенно если приходится повторять похожие последовательности действий. Выявите, какие задачи в вашем плане включают в себя повторяющиеся фрагменты и найдите решение по аналогии. Существует четыре типа аналогии, по которым можно найти сходство и различие разных задач. Личная аналогия Если вы стремитесь разобраться в трудном для понимания явлении, включите воображение и представьте себя частью этого явления. Например, если вы хотите работать в крупной компании, представьте себя сотрудником отдела кадров. Как бы вы повели себя, если бы проводили собеседование? Как поступили бы, оценивая кандидата? Может, исходя из этого, вы увидите те способы решения задач, которые были ранее вам недоступны? Постарайтесь максимально визуализировать свое представление, поскольку образное восприятие само по себе помогает найти неожиданное решение. Прямая аналогия Сравните задачу, над которой вы размышляете с несколькими задачами из смежных или совсем других областей. Этот метод был применен Александром Беллом, изобретателем телефона. Когда он думал над задачей воспроизведения звука, он искал вдохновение в устройстве органов слуха и смог создать механический аналог, работающий по тем же принципам. Фантастическая аналогия Какой способ решения приходит вам на ум в ваших самых неожиданных фантазиях? Даже самые далекие от реальности мысли могут найти свое выражение на практике. Подробнее об этом будет сказано в описании метода решения проблем по принципу мозгового штурма. Метод поиска дополнительной информации Используйте подсказки. Под подсказками подразумевается любая дополнительная информация, которую смог найти человек после того, как он начал работать над решением проблемы. Чем более определенной и точной будет подсказка, тем больше пользы можно из нее извлечь. Поэтому отличный выход из сложной ситуации начать сбор дополнительной информации и поиск подсказок. Практически всегда имеет смысл найти максимум полезной информации по интересующей вас теме. Не стесняйтесь обращаться за советом и интересоваться, как была решена похожая проблема кем-либо еще. В жизни часто бывает так, что мы не в состоянии справиться в одиночку. Тогда имеет смысл привлекать к работе специалиста для консультации. У кого можно спрашивать совета? Ищите экспертов, только у них будут знания и опыт, которые смогут вам помочь. Вам нужно быть уверенным, действительно ли человек является специалистом. А также придется сделать выбор, к кому обратиться, если таких специалистов в вашем распоряжении несколько. Однако помните, что мы говорим о достижении ваших личных целей. Поэтому все, что может эксперт, дать совет или предложить путь решения, но определять следователю указанием и каким образом будете вы сами. Метод мозгового штурма. Первоначально мозговой штурм был придуман как метод групповой работы над решением задачи. Но оказывается, он полезен и для индивидуальной работы. Цель мозгового штурма – нахождение и выдумывание максимально возможного числа решений. Он необходим, чтобы подтолкнуть людей, занятых решением задачи, к поиску самых неожиданных и на первый взгляд фантастических идей. Даже самые глупые решения необходимо записывать и фиксировать. Чем больше выбор, тем вернее отбор. Чем больше решений вы найдете, тем выше вероятность, что среди них окажется и правильная. Во время мозгового штурма ни в коем случае нельзя смеяться над самыми абсурдными идеями, потому что критика тормозит полет мысли и сковывает сознание, когда требуется обнаружить инновационный подход. Самоконтроль. Как узнать, что цель все ближе? Определяя цели, мы значительно облегчаем себе жизнь, потому что в этом случае мы знаем, куда идем. Кроме того, имея цель, мы можем с точностью утверждать, получилось ли ее достичь или нет. К тому же, постановка любой цели и планомерное движение к ней укрепляют волю и дисциплину. Контроль – функция обязательная, но чаще всего мы не любим, когда нас кто-то проверяет. И если в случае достижения личных целей придется проверять себя самостоятельно, то велик будет соблазн и вовсе отказаться от контроля. Нужно понимать, что без контроля не будет и удовлетворения от цели. Как вы узнаете, что достигли нужного, если не сверяете текущее положение дел с желаемым? Оптимальный способ контроля – применить любые программные средства, которые позволяют составить диаграмму или график, а если нет желания разбираться в функциях приложений, то хотя бы составить табличку с датами, чтобы один раз в несколько дней или каждый день отмечать успешность выполнения поставленной цели. Это очень хорошо мотивирует и абсолютно беспристрастно сообщает тревожный сигнал, если вы вдруг отстаете от внутреннего графика. Наглядное представление в виде диаграммы удобнее, так как по ней видно, в какие дни вы отказались от действий. Можно провести анализ причин, которые заставляют вас бросать начатое. Например, это выходные или праздники, дни болезни или же обычная лень. Кроме того, изображение позволяет с первого взгляда на него оценить прогресс. Постоянный контроль очень хорошо тренирует волевые качества, а при дальнейшем планировании других целей позволяет оценить, какое отклонение от графика будет для вас нормой, а что можно считать опасным. В целом же, чтобы сделать контроль максимально эффективным, требуется соблюдать несколько простых правил, которые уже многим помогли добиться успеха. Контроль должен быть обязательно регулярным и ни в коем случае не неожиданным. Он не должен быть представлен в виде отдельных случаев. Не следует стремиться проконтролировать абсолютно все, лучше сосредоточиться на самых значимых моментах. Контролируя, надо стараться отмечать не только промахи и недостатки, но и успехи и прогресс. Результаты контроля должны обязательно анализироваться. Негативные результаты контроля бесполезны, если не будут найдены способы устранения недостатков. Важно действительно, а не только формально, сделать правильные выводы и скорректировать линию поведения. Стоит ли доверять контроль другим? Только в том случае, когда у вас уже есть опыт осознанного достижения целей. Иначе мысль о том, что ваши трудности стали кому-то известны, может заглушить мотивацию. Что делать, если контроль показывает отрицательные результаты? Будьте гибкими. То, что перед вами стоит цель, не означает, что вы не имеете права вносить в нее некоторые изменения. Случиться может все, что угодно, любое незапланированное обстоятельство может сбить вас с четкого курса исполнения желаний. Вы должны меняться вместе с обстоятельствами, но ровно настолько, чтобы при этом не отказываться от борьбы. Глава третья. Помехи в пути. Что может помешать тигру, который вышел на охоту? Если он обнаружил цель, то будет преследовать ее до последнего, не сомневаясь. Люди же часто стоят на месте, даже если у них есть цель. Люди нередко не начинают к ней движение. Очень распространенная причина колебаний и сомнений заключается в том, что многие считают себя недостойными лучшего. Помимо цели у нас есть и внутренние ограничения, которые выражаются в неуверенности и сомнениях. Чаще всего для них есть определенная причина. Это низкая самооценка, страхи, лень. Каждому из нас до того, как добиться чего-нибудь, нужно осознать, что он достоин этого. В любом человеке находится мощный потенциал и в наших силах развивать его, но для этого нужно доверять себе. Поэтому не хватит одного лишь плана по достижению цели. необходимо подготовиться к серьезным психологическим переменам, к освобождению от комплексов и негативных установок, которые мешают добиваться намеченного. Часто оказывается, что ваши мысли о том, что вы чего-то не можете, являются лишь отражениями мыслей о том, что вы чего-то не хотите или просто боитесь. Чтобы справляться с подсознательными врагами, их нужно знать в лицо. Тогда их будет просто нейтрализовать. Страхи, их виды и способ преодоления. Какие же страхи чаще всего мешают получить заветную мечту? Боязнь неудачи. Каждый человек, впервые сталкиваясь с чем-то новым и необычным, испытывает естественный страх. Немедленно возникают сомнения, а вдруг не выйдет, не будет достаточно опыта. Это абсолютно нормально. Кроме того, страх даже способен стать вашим помощником. Боязнь неудачи будет мотивировать вас относиться к плану серьезно и выполнять все пункты на отлично. Это уже хорошо. Самое главное в начале работы над целью не отступайте. Нет ничего кошмарного в том, что вы не уложитесь в собственный план или опоздаете к конечному сроку цели. Страх уничтожает творческое мышление. Нужно осознать, что промахи, которых вы так опасаетесь, это лишь урок и повод для следующих побед. В процессе вы учитесь на своих собственных ошибках и таким образом постоянно растете над собой. Страх ошибки является предупреждающим сигналом о том, что может пострадать ваша самооценка. опасность этого страха в том, что ошибки может и не быть, а ее не должно быть, а ужас призывает отказаться от действий прямо сейчас. Дела можно откладывать под благовидным предлогом, например, человек не начинает делать, а лишь обдумывает свои действия множество раз, пытаясь составить план, который непременно сработает. Но эта отговорка заводит в ловушку бездействия. Страх ответственности Поставить цель и шаг за шагом идти по направлению к ней, это значит самостоятельно и полностью отвечать за свою жизнь. Многие люди пугаются этого, ведь во всех неудачах, нехватке финансов с этих пор будет некого обвинять кроме себя. Придется становиться ответственным и целеустремленным. А это нелегко, особенно если родители не привели привычку к самостоятельности. Часто страх ответственности подразумевает и страх наказания, если в детстве человеку часто доставалось за проявление инициативы и шалости. Чтобы преодолеть этот страх бывает достаточно просто сильной мотивацией, о которой мы расскажем чуть позже. Страх опустить планку Если вы однажды добились серьезного результата, может появиться страх, что в следующий раз получится хуже. Эта внутренняя проблема часто появляется у людей, чья деятельность связана с творчеством художников, музыкантов и писателей. Но может подобное беспокойство проявиться и просто у тех, чьи результаты оценивает достаточно большое количество людей. Например, он часто развивается у спортсменов, от которых ждут новых достижений. Страх опустить планку превращается в проблему, если неуверенность в себе не дает действовать. Как и все прочие страхи, этот страх защищает наши нервы от переживаний и разочарований. Этот страх модификация другого, когда человек боится потерять любовь людей, восхищавшихся прошлыми достижениями. Если вы почувствовали у себя этот страх, то проанализируйте, что случится, если на самом деле ваши достижения не смогут сравниться с прошлыми. Запишите ощущения, которые вызывают разочарование других людей в ваших результатах. Вы поймете, что эти опасения не стоят возможной выгоды, которую вы получите от достижения цели. Страх опасности Часто цели подразумевают под собой серьезные изменения жизни. Например, переход на другую работу, переезд или что-то похожее. Вполне обоснованно перед совершением этих действий у человека возникает страх опасности, так как подобные перемены могут не очень положительно отразиться на жизни близких людей, особенно в самом начале. Возникает неуверенность, продиктованная страхом неприятных последствий из-за неудачной попытки выйти на новый уровень самореализации и дохода. Откуда появляется негативная информация? Источников вокруг очень много. Это и средства массовой информации, и личный неудачный опыт, предупреждение старших и так далее. Для избавления от страха опасности нужно хорошо планировать свои действия и предусматривать различные варианты событий, чтобы всегда иметь возможность действовать обходными путями и с минимальными потерями. Такой страх нужно превратить в стимул для более подробного анализа и постановки большего количества промежуточных целей. Страх зависти. Это одна из разновидностей страха опасности. Только более конкретизированная, потому что достижение успеха любым человеком может спровоцировать действия завистников, которые могут тем или иным образом навредить. Жизненные ситуации, укрепляющие страхи опасности, могут быть самыми разными. Подумайте над тем, какие еще неприятные ситуации теоретически могут произойти, если кто-то будет завидовать вашим успехам. Решите, каким образом можно представить ваш успех, чтобы он не вызывал зависти. Страх разочароваться в себе Когда человек уже несколько раз прошел путь достижения цели, и у него появилась уверенность в собственных силах, может неожиданно появиться новый страх разочарования в собственных способностях. Причина это обычное тщеславие и чувство собственной важности. Чтобы избежать появления такого тормоза на пути развития, никогда не сравнивайте свои успехи с чужими неудачами. Всегда проводите анализ развития только на основе собственного опыта. Страх разочарования в себе очень похож на страх провала. Второй сигнализирует, что окружающие обязательно будут критиковать любые успехи. А первый предупреждает о неизбежной самокритике. Помните, что единственные критерии оценки это ваши личные достижения, а единственный контролер вы сами. Страх потерять свободу и перестать радоваться жизни. Когда составлен план и впереди появилась четкая цель, вместе с ней приходит необходимость работы. И появляется опасение, что из-за того, что все силы будут брошены на достижение цели, у вас не останется свободного времени на отдых, развлечения, общение с друзьями. Главная профилактика – правильная формулировка цели, в которой не будет слов, указывающих, что вам надо делать, а также маленькие цели, которых вы можете добиться и поощрить себя за это. От таких приятных стимулов будет зависеть и ваш настрой, так как достижение цели само превратится в увлекательное занятие. Как побороть страхи Мы перечислили основные страхи, которые мешают воплощению и реализации планов. Прежде чем приступать к активному исполнению цели, следует научиться сдерживать и побеждать страхи, иначе они могут испортить все удовольствие от победы, а то и вовсе лишить вас его. Если вы нашли у себя один из перечисленных страхов, могли его осознать и понять, то переходить к работе по их преодолению нужно прямо сейчас. Для этого нужно ответить на небольшой набор вопросов. Что плохого может случиться, если я стану активно действовать, успешно продвигаясь к цели? Какие неприятности будут ждать меня в случае победы? Какие мои ощущения и чувства эти возможные неприятности будут вызывать? Что я буду делать дальше, столкнувшись с негативными проявлениями? Какие эмоции буду испытывать? Последние два вопроса можно и нужно задавать, повторяя их много раз. Делать это нужно до тех пор, пока вы не найдете решение и не успокоитесь, поняв, что сможете найти выход из любой ситуации. Все действия страхов основаны на том, что они не дают шансы начать дело. Мы боимся того, чего только ожидаем, пугаемся еще не случившейся вероятности. Когда мы избегаем работы, находясь в абсолютной уверенности, что наши прогнозы точно совпадут с действительностью, происходит совершенно нелогичная вещь. Наш ум советует перенести деятельность на потом, чтобы прямо сейчас обрести внутреннее спокойствие. Но в итоге все происходит с точностью да наоборот. Чем сильнее мы избегаем работы, тем быстрее накапливается стресс и недовольство собой и своими результатами. И тем ниже падает самооценка вместе с уверенностью в собственных силах. Чтобы перестать рассматривать смутные тени в будущем, заведите привычку записывать все свои страшные ожидания, а по достижении цели просматривать их и анализировать, какие из них сбылись, а какие нет. Записывайте свои опасения перед началом каждой работы. Пишите, что вы собираетесь делать и почему вы боитесь результата. После того, как закончите дело, перечитайте свои записи. Вы увидите, что ваш настрой на 99% не соответствовал реальности и бояться было совершенно нечего. Постепенно вы научитесь доверять своему новому опыту, который будет напоминать вам о том, что страхи, как правило, совершенно необоснованы, а потому и не стоят внимания. Лень, мотивация, боремся с ленью здесь и сейчас. Механизм возникновения лени практически такой же, как механизм появления у нас страхов. Это защитная реакция нервной системы человека на изменения и сильные переживания, с которыми неизбежно связана любая новая деятельность. И когда мы откладываем любое дело на потом, наш мозг расслабляется, а мы успокаиваемся и получаем порцию эндорфинов. Ведь если вы решили ничего не делать, то нервам не придется переживать. Так лень становится своеобразным наркотиком, который затягивает свои сети и не дает двигаться вперед. Этому процессу крайне трудно сопротивляться, но это необходимо. Психологи давно исследуют феномен лени и пытаются найти способ его устранить настолько, насколько это вообще возможно. Совершенно бесполезно пытаться заставить себя что-либо сделать через силу. Исследователи давно признали подобный метод украшения лени совершенно неэффективным. Существует два основных направления в борьбе с ленью и ее проявлениями. Первое направление это работа с внешними проявлениями лени, с усталостью и нежеланием что-либо делать здесь и сейчас. Второе направление это создание сильнейшей внутренней мотивации, которая будет сама мягко направлять вас к цели. Мотивация Любое продвижение начинается с желания. Чтобы чего-то добиться, надо сначала этого захотеть. Самого значительного успеха достигают люди, способные чего-либо очень сильно хотеть. Если вы хотите, чтобы ваш интеллект помог вам привлечь силу желания для достижения успеха, то нужно действовать осознанно и методично. Зачем же нужна мотивация? Мотивация это стимул к действию. Без нее не получится сделать то, что необходимо. Мотивация бывает двух типов. мотивация от, если нами движет стремление избежать чего-либо. И мотивация к, когда мы желаем что-либо получить. Чтобы выработать у себя мотивацию и повышать ее уровень, нужно постоянно выполнять несколько несложных упражнений. От вас потребуется только ваша фантазия. Упражнение первое. Визуализация Как можно чаще и во всех подробностях представляйте себе вашу цель. Представьте, как вы приобретаете желаемую квартиру в хорошем районе, как вселяетесь туда и запускаете кошку, или какая музыка звучит в вашем новом автомобиле, или какой вид открывается из кресла начальника в новом офисе. После этих приятных мыслей будет намного проще совершать трудные шаги на пути к цели. Упражнение второе Мой идеальный день Представьте, что прошло три года. Каким бы вы хотели видеть свой идеальный день через это время? Возьмите лист бумаги и опишите свой идеальный день в подробностях. Не бойтесь фантазировать, вы делаете это только ради себя. Представьте, что все ваши цели уже достигнуты и ваш воображаемый день станет нормой. Вам должно понравиться ваше новое будущее, да так сильно, чтобы вы захотели там оказаться. У кого-то на выполнение этого упражнения уйдет несколько часов, у кого-то неделя. Не обязательно торопиться, можно вносить множество правок. Когда почувствуете, что энтузиазм в достижении цели тает, берите эту тетрадь и перечитывайте свое описание. Желание двигаться в правильном направлении снова появится. Упражнение «Два вопроса». Это упражнение очень похоже на предыдущее, но подразумевает более сложный анализ текущей ситуации. Все результаты своих размышлений лучше записывать, чтобы получить максимальный эффект. Первый вопрос. Если бы у кого-то была видеозапись одного моего обычного дня, что бы там можно было увидеть? Представьте, что кто-то смотрит эту видеозапись и ищет свидетельство вашей продуктивной работы. Сколько времени в день она занимает? А сколько времени вы тратите впустую? Если бы зритель перематывал все ваши действия, не относящиеся к работе и развитию, что бы он увидел? Ведь от того, как проходит каждый наш день, зависит и от того, как пройдет вся наша жизнь. А теперь задайте второй вопрос. Если все будет продолжаться так же, каким будет мой обычный день через три года, как изменится и изменится ли видеозапись? В конце упражнения сравните полученный результат с тем идеальным днем, о котором вы уже мечтали. Разница между вашими мечтами и более приближенными к реальности прогнозами наверняка будет существенной, что даст стимул к появлению мотивации. Упражнение «Жизнь заново». Эта игра предлагает перенестись мысленно на более долгий срок, чем три года. Отбросьте все ненужные мысли и представьте, что прямо сейчас вам исполнилось девяносто лет. Вы лежите и вспоминаете прошедшую жизнь. Что вы успели сделать, а что нет. Подумайте, о чем вы жалеете и что хотели бы изменить. Пофантазируйте, как нужно было правильно вести себя в той или иной ситуации, как работать, а как отдыхать. В девяносто лет вы точно будете знать ответы на вопросы, как стоило действовать. А потом представьте, что вам дали шанс прожить часть жизни заново. С того момента, в котором вы находитесь сейчас, теперь вы знаете, как прожить свою жизнь и начать двигаться. Борьба с внешними проявлениями лени. Прежде чем мы приступим к подробному объяснению, как заставить себя работать здесь и сейчас, нужно вспомнить об одном универсальном способе борьбы с ленью на физиологическом уровне. Как уже было сказано, в случае, когда мы ленимся, организм вырабатывает гормоны радости, серотонин и эндорфин. При низком уровне серотонина в организме у человека появляется хроническая усталость, ухудшается память, сил не хватает даже на необходимые повседневные действия. В этом случае мотивация не даст серьезного эффекта. Нужно увеличивать уровень серотонина и делать это следующим образом. Во-первых, пить 2-2,5 литра воды в день. Выбирайте самую обычную воду или зеленый чай. Причем большую часть дневной нормы нужно употреблять до 15 часов. Во-вторых, занимайтесь физкультурой. Не важно, будете вы бегать по утрам, делать зарядку или просто стараться максимально много гулять пешком. Можно посещать бассейн, фитнес, танцы или играть в футбол. Главное делать это достаточно регулярно, чтобы организм постоянно получал свою естественную дозу гормонов счастья. Серьезные результаты появятся через полгода, но первые изменения вы почувствуете уже через месяц, когда поймете, с каким энтузиазмом и легкостью вы стали просыпаться по утрам. Но бывают и такие случаи, когда и мотивация повышена, и гормоны в норме, но человек слишком устал, чтобы выполнять поставленную задачу. Стрессы только мешают достижению поставленной цели. Для этого необходимо просто какое-то время передохнуть перед началом работы или сделать специальные упражнения для снятия стресса. После всего этого усталость отойдет и можно будет смело приниматься за работу. Но не оправдывайте стрессом обычное нежелание двигаться. С чего вы начинаете рабочий день? Даже если вы работаете не в офисе, то вряд ли утро обходится без интернета или просмотра сообщений на телефоне. Потом вы пьете чай или кофе, затем проверяете новые сообщения и так целый день. За окном темнеет, а все запланированное так и не выполнено. Но вам не до работы уже. чувствуете усталость и несобранность. Все дела откладываются на завтра. В чем причина такого поведения? В том, что вы уверены, будто работа не принесет удовольствия, а наоборот будет тяжелой и совершенно не понравится. эта иллюзия блокирует нашу продуктивность. Она всегда сопутствует уверенности, что все будет именно так плохо, как мы себе и представляем. Наше подсознание воспринимает негативные представления, как свершившийся факт, и пытается сделать все возможное, чтобы предотвратить неприятный опыт, то есть, чтобы отсрочить выполнение любой работы. Формула решения очень проста и легко приводится в действие. Образ неприятной работы нужно заменить образом приятной работы. Напишите на бумаге или напечатайте короткий рассказ о том, как хорошо и успешно вы справляетесь со своей работой. Ваше подсознание сохранит придуманный позитивный опыт в памяти так же, как сохраняло до этого негативный. Есть ли жесткие правила для выполнения такого упражнения и написания истории успешной и продуктивной работы? Правила есть, и они очень легки в исполнении. Рассказ нужно писать только от первого лица. Используйте, как и при составлении целей, только утвердительную форму вместо отрицательной. Вместо нетрудно пишите легко, а вместо нечувствую усталости пишите чувствую бодрость. Не нужно быть великим писателем, достаточно в простых фразах и с использованием простых глаголов описать решение задачи. Но если вы выполнили все вышеописанное, а лень все равно не проходит, тогда стоит обратиться к последнему варианту. Договориться с ней. Не делайте ничего. Какое-то время просто посидите без дела, но при этом выполняйте мотивационные упражнения или думайте об отробностях задачи. И через какое-то время вы просто не сможете оставаться спокойным. Появится сильное желание выполнить поставленную задачу. Причем сделать это будет очень легко. Глава четвертая. Работа над ошибками. Ошибки целеполагания. Ошибка первая. Всем нам известно, что подсознание играет значительную роль во всех сферах жизни. Все события, которые происходят с нами, плохие или хорошие, создаются и фиксируются нашим подсознанием. Но подсознание можно приручить и управлять им. Именно оно и может мешать нам достичь цели. Если только эта цель вызывает негативную реакцию, которую мы сами за собой не всегда замечаем. Как же подсознание может сигнализировать о том, что вы ошиблись в выборе цели? Представьте, что вы хотите много зарабатывать. Это очень распространенное желание. Вы работаете все больше и больше, повышаете свою квалификацию, ищите новую работу, читаете бизнес-литературу. Время идет, результаты не появляются. Вы начинаете разочаровываться в своих силах и в своей мечте. Почему это происходит? Все дело в ваших внутренних убеждениях. Если у вас заложено, что деньги портят человека, что у богатых слишком много проблем и так далее, вы подсознательно будете подтверждать эти положения. С таким настроем добиться прибавки к доходу невозможно. Принцип внутреннего противостояния проявляется абсолютно во всех жизненных сферах. Если вы хотите встретить любимого человека, но убеждены, что порядочных мужчин или женщин не встретить, то можете не пытаться искать вторую половинку. А если вы хотите открыть свое собственное дело, но уверены, что вас завалят налогами, что у вас не хватит капитала, стоит ли вам пытаться что-нибудь предпринимать? После того, как вы определили себе цель и решили начать двигаться к ее достижению, проанализируйте, каким образом вы можете сами себе помешать. Ошибка вторая. Когда вы ставите перед собой цель, то ее достижение очень растянуто во времени. Представьте, что копить деньги на поездку в Париж вы будете год, но сама поездка составит всего 10 дней. Это слишком разные временные промежутки, при этом целый год вы рискуете вовсе не получать радости от процесса накопления. Поэтому одна из причин, по которой люди бросают вдохновляющую цель, это нежелание выполнять задачи, к которым не лежит душа. просто потому, что изначально большая цель не отталкивалась от вашей мечты. Мечта, как вы помните, это то, чем вы занимались бы, если бы вам не пришлось постоянно работать. Мечта учит нас искать занятие, которое нравится, затем ставится цель, и только после этого составляется план, как достичь цели, занимаясь тем, что по душе. При таком подходе все время работы над целью принесет удовлетворение. Хочу заметить, что деятельность, доставляющая удовольствие, не значит легкая деятельность. Чтобы понять, к какой цели вы стремитесь, измените формулировку и образ цели, представив ее как процесс, а не как готовый факт. Научиться игре на гитаре это процесс, вести свое дело это процесс, учить язык это приятный процесс. Если вам он нравится, то вы на правильном пути. Ошибка тайм-менеджмента. Главная ошибка на этапе создания плана может заключаться в том, что вы не способны следовать инструкциям от и до. Все мы индивидуальны, и абсолютно универсальных советов для всех не существует. Существует психологический тип людей, рационалы, которым легко и удобно работать по четкому графику. Также существуют и иррационалы, то есть те, для кого жесткое планирование бесполезно или даже вредно. С каждым иррационалом, принуждающим себя работать по графику, происходит следующее, он перегорает, то есть наступает момент, когда жизнь по графику становится невыносимой. Нельзя сказать, какой тип лучше. У каждого свои плюсы и минусы. Тем не менее, рационалов часто ставят в пример, а иррационалов незаслуженно ругают и считают людьми непостоянными и ветренными. В книгах обычно пишут, что иррационалы это люди, которые стараются сделать сразу множество дел и не доводят ни одной из них до конца. Так происходит потому, что все их цели поставлены неправильно. Если у вас всегда множество идей в самых разных областях, если вы не можете долго посвящать свое внимание только одной проблеме и работать только в одном направлении, если вам необходимо отвлекаться и переключаться во время деятельности и ваша работоспособность сильно зависит от настроения, вы, возможно, принадлежите к иррациональному типу мышления. Вам трудно наводить порядок и четко придерживаться каких-либо планов. Это не является вашим недостатком. Это уникальная возможность, которую нужно обязательно использовать и учесть, когда вы будете планировать свои задачи. У вас есть возможность, которая многим людям недоступна, вы способны одновременно заниматься достижением сразу нескольких целей и при этом получать результат в каждом направлении. Вам ни в коем случае нельзя выбирать себе только одну цель и ставить крайне короткие сроки ее достижения. Если вы не будете отвлекаться и переносить внимание на другие варианты работы, ваш энтузиазм быстро пропадет. Выходом для вас будет научиться ставить себе сразу несколько целей, и как только одна из них заставит вас заскучать, переходить к действиям по воплощению другой. Постепенно меняя сферы личной работы, вы доберетесь до нужного результата. Например, несколько часов в день поиграйте на гитаре, затем час уделите обучению языкам программирования. За 20 минут ответьте на почту, полчаса почитайте книгу, после чего займитесь работой, а уж потом просмотрите предложение по продаже недвижимости. Естественно, при таком графике изначально установленный срок достижения цели должен быть достаточно удаленным. Планируйте свой день так, чтобы очередность занятий можно было перестраивать с учетом того настроения, которое преобладает у вас в настоящий момент. Благодаря постоянной смене видов деятельности и грамотному распределению задач, вы сможете добиваться высоких результатов, не вступая в конфликт с собственной природой. Ошибка мотивации Абсолютно все люди, вне зависимости от возраста, пола и своего положения в обществе, хотят чего-то получить от жизни. Итак, вы нашли свою цель и определились с тем, чего вы хотите добиться от жизни в ближайшее время. На данный момент эта цель для вас далека и очень труднодостижима. Вы просто где-то глубоко внутри себя очень сильно хотите ее достижения, но искренне ли вы верите в то, что это возможно? Главная ошибка мотивации та же, что и ошибка целеполагания. Ваше подсознание будет сопротивляться тому, что не соответствует внутренним убеждениям. первое, что вам следует сделать, это поверить в возможность реализации выбранной цели и понять, что для человека не существует ничего невозможного. Мы получаем только то, во что верим, а если вы не верите в то, что можете дойти до результата и воплощения вашей мечты, то жизнь обязательно соответствующим образом отреагирует на ваши мысли. Если вы уверены, что достижение вашей цели невозможно, вы совершенно правы. Но если вы думаете, что реализация вашей цели вполне реальна, то и в этом случае вы тоже абсолютно правы. Поэтому первый ваш шаг по достижению нашей цели должен заключаться в понимании того, что это возможно и реально. Очень трудно быть уверенным в себе, когда что-то не складывается, но верить в себя необходимо, иначе все начинания бесполезны. Очень многие люди читают психологическую литературу, посещают развивающие тренинги и курсы, совершенствуются. Но, к сожалению, только от чтения книг абсолютно ничего в их жизни не меняется. Можно читать одну книгу за другой, пополнять багаж знаний, но так дело не сдвинется с мертвой точки. Ваша жизнь изменится исключительно тогда, когда вы закатаете рукава и примете сдействовать. каждый день, начиная с сегодняшнего. Искать вдохновение, чтобы приступить к зарядке утром плохая практика, так как за ночь вся мотивация, не подкрепленная успехами, может улетучиться. Если решили менять что-то, начинайте сию минуту. Естественная мотивация. Как вам удается замотивировать себя, чтобы досмотреть интересный фильм до конца? А как вы мотивируете себя, чтобы дочитать приключенческий роман? Очевидно, что эти действия никакого побуждения не требуют. Вам просто нравится это делать. Это свойство всех людей. В любой удобный момент, без какого-либо самопринуждения мы можем заниматься тем, что нам нравится. Это естественная мотивация. Наблюдая за результатами продуктивных людей, подумайте, откуда берется их потрясающая целеустремленность и настроение на получение результата. Неужели они так хотят достичь какого-то конкретного блага? Это так. Но кроме того, успешным людям нравится то, что они делают. Если не получать радость от процесса деятельности, то бесполезно искать ключи к самодисциплине. Мотивация тщеславие Приходилось ли вам попадать в неловкое положение, когда вас спрашивали, как поживает проект, о котором ты рассказывал, в то время как интерес к этому проекту у вас давно пропал? Мотивация иссякла, а окружающие интересуются, как вы продвигаетесь. Разглашение личных целей убивает мотивацию к их достижению. Когда мы делимся своими планами на будущее, мы преследуем конкретную цель, получить одобрение. Желание получить признание и одобрение толкает нас на достижение личных целей. Написать книгу, стать большим начальником, открыть свой бизнес, прославиться и стать известным. Но бывает так, что люди демонстрируют окружающим недоделанные проекты и хотят, чтобы за это им выдали положенную порцию похвалы. В этом случае подсознание воспринимает похвалу и дает команду отбой для мотивации, ведь вы уже получили награду за дело. К достижению цели человека часто толгает неосознанное желание удивить окружающих. Если вас отметили за еще не сделанное дело, если вас уже похвалили, то вам становится незачем работать, поэтому не разглашайте личные цели заранее. Как быть, если тщеславие двигатель прогресса? Используйте желание похвастаться для достижения цели. Пускайте желание похвастаться вперед, и оно будет толкать вас также вперед. Если вы будете хотеть как можно быстрее продемонстрировать новый проект, то у вас будет новый стимул поторопиться, желание продемонстрировать его окружающим как можно раньше. Заключение. Шпаргалка для успешного человека. Итак, вы узнали, как правильно ставить цели, и самое главное, как их достигать. Вы всегда можете проверить, как вы усвоили информацию из книги при помощи этой шпаргалки. Формулируйте цель. Любая цель, которую вы хотите воплотить, должна быть записана на бумаге. Если вы будете пытаться удержать ее в голове, то положительного эффекта можете не ожидать. Когда мы фиксируем наши цели на бумаге, мозг начинает действовать более продуктивно, потому что наша кратковременная память полностью будет занята обдумыванием текущих задач, а не удерживанием главной цели. Когда мы не записываем цель, результат может быть, но он будет далек от совершенства. Обязательно записывайте цель. Убедитесь, что это ваша цель. Абсолютно точно осознайте, не навязана ли ваша цель родителями, авторитетами, телевизором, рекламой, СМИ. Вы действительно хотите добиться этого. Если вы чувствуете, что испытываете здоровое волнение и закономерные опасения, если вы переживаете за достижение результата, то поздравляем, вы нашли свою цель. Но если вы абсолютно ничего не чувствуете, лучше пересмотреть цель еще раз. Измерьте свою цель. Ваша цель должна быть четко и однозначно измеримой. У нее должны быть критерии, по которым цель можно оценить и определить его достижение. Поставьте сроки. Поставьте рамки, благодаря которым вы будете следить, сколько еще осталось потратить времени и сил для достижения цели. Цели у вас могут быть как долгосрочные, так и краткосрочные. Сроки определяете только вы сами для себя. Если цель слишком большая и далекая, разделите ее на более скромные подцели. Определите достижимость цели. Подумайте, не завысили ли вы планку, сможете ли выдержать и сделать все, что наметили в срок. Если вы не можете с уверенностью сказать это, то лучше пересмотрите цель и дайте себе небольшую поблажку. Найдите ресурсы. У всех людей ресурсы достижения цели очень разные. У каждого свои цели и свой уровень развития, как материального, так и интеллектуального и духовного. Поэтому проверьте, какими ресурсами вы располагаете, чтобы знать, как далеко вы продвинетесь в достижении успеха. Составьте план. Постройте иерархию целей, пропишите ближайшие задачи для каждой из больших и маленьких целей. Визуализируйте результат. Вообразите себя в конечном результате. Как можно подробнее представьте, что все, к чему вы стремились, уже достигнуто. Ощутите приятные эмоции и постарайтесь их хорошо запомнить. Начните работу. Приступайте к исполнению плана, не забывая постоянно и регулярно контролировать свои успехи. Победа! У вас все получилось? Пора это отпраздновать и поставить новую цель. Всегда верьте в ваш отличный результат, никогда не останавливайтесь на середине пути и постоянно двигайтесь вперед. И помните, что есть только один способ стать отличным специалистом по достижению целей. Нужно добиться как можно большего. Дорогие слушатели, напишите, какие еще книги вы хотели бы послушать в аудио формате. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Не забудьте подписаться на канал, если еще не сделали этого. Желаем вам всего наилучшего!